Всем привет! Сегодня решила снять очередное видео-болталку, в котором просто буду разговаривать с вами на разные темы, показывать какие-то покупки. Вы знаете, я такая барышня, могу начать за здравие и закончить за упокой, но вы настолько тепло приняли мое последнее видео о материнстве. Я, кстати, несколько раз загружала его на канал и удаляла, потому что я не была уверена в том, что меня поймут правильно. Но после ваших комментариев, после ваших душесчипательных историй, мне было так сложно его монтировать. И потом я просто выключала сразу ролик, чтобы еще раз не слушать то, о чем я говорила, потому что это очень лично. Я все-таки просто читала ваши сообщения и ваши истории. Спасибо огромное за вашу искренность. И мне хочется какого-то более живого формата. Я сегодня не собираюсь делать какой-то сверхъестественный макияж. Просто обычная зимняя рутина. Такой макияж, который я иногда ношу, потому что я не крашусь каждый день. В общем, давайте-ка будем начинать. И, кстати, я недавно обрезала волосы еще больше. Я хотела сделать немного короче, но парикмахер меня отговорила, сказала, что они будут некрасиво так как бы заворачиваться, а совсем коротко, прям каре-каре сделать. Хотя, по-моему, и так уже довольно заметно, что у меня не длинные волосы. Я не хочу делать, потому что я ношу шапку, и каре с шапкой лично на мне не особо нравится. И у парикмахера я купила себе такую интересную пудру. Наверняка она есть от других брендов. Это L'Oreal. Это такое суперсредство для объема. Напишите, чем пользуетесь вы именно из такой категории. Она наносила его в небольшом количестве прямо на корни волос, и потом они становятся такими более текстурными. Вот поставишь их так, они так и стоят. Поэтому я сейчас попробую использовать его дома. И завяжу волосы при помощи Invisibubble. Они были на распродаже в Sephora. Купила себе очередную упаковку, потому что они у меня просто везде, постоянно со мной. И я их регулярно теряю. Так что сейчас нанесу пудру, и мы продолжим. Она говорила, что с ним можно переборщить, поэтому я прям так совсем немного нанесу на волосы. По-моему, я сейчас выгляжу как ведьма. Немного ее так как бы распределяю при помощи пальцев. Объем не будет сумасшедшим в течение всего дня. Но если вы захотите его обновить, то запускаем пальцы в волосы и снова проделываем такие движения. Честно говоря, мне нравится эффект, но если вы любите супер гладкие волосы, то это вариант не для вас. Потому что они становятся такими, как бы это сказать, матовыми что ли. Волосы я уже убрала, мне так гораздо удобнее. Теперь нанесу сияющую базу от бренда HiMish. Она у меня с SPF 50. Здесь и химические, и физические фильтры, для кого это важно. Но если у вас есть какой-то проверенный физический фильтр, который не выглядит слишком белым и более-менее впитывается, пожалуйста, поделитесь со мной, потому что я сейчас что-то такое ищу. И вообще я сейчас постоянно пользуюсь разными солнцезащитными средствами, потому что после кислотных пилингов кожа стала такой какой-то чувствительной, гораздо тоньше. Я это вижу, даже когда наношу косметику, я вижу, что она чаще краснеет. То есть надо все прям такое нежное использовать и не перегружать лицо. Поэтому даже каждый день я наношу тональный. Это средство не выглядит жирным блином на лице, при том, что я наносила его на очень увлажняющий такой восстанавливающий крем. Мне этого недостаточно, поэтому я возьму тональный крем, который будет дополнительно как бы защищать и увлажнять мою кожу. В холодное время года мне хочется дополнительно одеть свое лицо, потому что у меня очень быстро пересыхает, обветривается кожа. Я использую ретинол, кислоты. Сейчас такое время года, когда хорошо было бы убрать все омертвевшие клетки. У меня недавно вышло видео о любимчиках, также есть отдельные ролики о кислотах. Поэтому, если вы еще ничего не пробовали, хотите, то мне кажется, что где-то до апреля можно еще попробовать. И сейчас я использую вот эти три средства, если мне надо накраситься. Кстати, Age Perfect L'Oreal это не то же самое, что и Alliance Perfect. Многие спрашивали и, к сожалению, пока что он не собирается появиться в России и в Украине. Мне очень жаль, поэтому не буду вас дразнить. Lumine, не знаю, вышло уже видео или нет, я о нем рассказывала. Он классный. Это Natural Glow. Он очень легкий. Камера обычно вытягивает всю красноту, показывает то, чего я даже могу не видеть в зеркале. Поэтому сейчас возьму что-то поплотнее. Это Clinique Even Better. Очень классный тональный крем. Мне очень напоминает тональное средство от Rimmel Match Perfection, которое я любила использовать в холодное время года. Но во время зачистки косметики мне пришлось от него избавиться. Прям от сердца отрывало. Сейчас пользуюсь этим. Оба классно перекрывают, выглядят живыми на коже, не сушат ее. Наверное, если у вас расширенные поры и жирная кожа, то сначала возьмите какой-нибудь пробник, тестер в магазине, для того, чтобы удостовериться, как он поведет себя на вашем лице. И сегодня его как раз буду наносить. Девчонки, это видео, скорее всего, выйдет в мой день рождения, 26 января. Записываю я его на неделю раньше. И если вы не знаете, то мне исполняется 30 лет. Давайте-ка об этом и поговорим. То есть не именно о моем возрасте, а о том, что диктует нам общество. Именно так я воспринимаю все то, что происходит, когда девушка приближается к рубежу 25 лет. Наверное, с этого возраста все начинается. Когда мне было 20, я сейчас очень каюсь, мне казалось, что 30 это вообще начало конца, потому что девушки казались мне какими-то слишком взрослыми, тетями. Сейчас я, наоборот, как-то еще больше восхищаюсь теми, кому уже ближе к 40 годам, даже не к 30. Я объясню, почему. Так вот, кстати, мне было где-то 23, когда меня прям так активно начали заваливать вопросами, когда мы с моим молодым человеком, сейчас уже мужем, поженимся. И мне казалось, что у меня все только начинается. Вообще, к чему все эти допросы? Но когда мне исполнилось 24, все, в основном, кстати, в Украине, начали так активно, но осторожно интересоваться, когда же я буду рожать детей, почему у меня до сих пор нет семьи, ведь тебе скоро 25, а тут и 30 не за горами. И что самое интересное, мои родители тоже говорили мне об этом. А в Польше все, наоборот, считали, что я молоденькая, мне некуда спешить, у нас с мужем 9 лет разница. И скорее его вот как-то так чаще спрашивали, а почему? Он говорил, у меня молодая жена, там вот мы недавно переехали, она только нашла работу, она только выучила язык, еще что-то, там были другие неприятности, сейчас не об этом. Если так логически подумать, то каждый молодой человек, девушка, заканчивает университет в возрасте 22, наверное, да, 22-23. И для того, чтобы заводить ребенка, в кавычках, нужно иметь не просто стабильную финансовую ситуацию, а хотя бы уверенность в завтрашнем дне и какой-то, как мне кажется, определенный багаж знаний, которые ты сможешь передать своему ребенку, какой-то жизненный опыт. А если все это время, к примеру, девушка или молодой человек жили с родителями, а тут, представьте себе, переезжаешь, начинаешь жить один, все счета, уборка, все на твоей голове, еще и ребенок, и все-таки дети, они ограничивают. И тут даже речь не идет о том, что имея ребенка, вы не сможете спокойно выйти в кинотеатр, встретиться с друзьями, поехать отдохнуть. Нет, просто когда это твоя первая работа или новая работа, а я говорю о ранних детях, к примеру, когда вот только заканчиваешь университет, у тебя не опыта, не знаний каких-то особых, и ты идешь на работу и хочешь показать все свое трудолюбие, чему-то научиться, показать себя с самой лучшей стороны. В Польше, к примеру, принято работать даже не 8, а 10 часов. И когда у тебя маленький ребенок, ну, ты понимаешь, что ты не сможешь так, как студенты, сидеть по 10-12 часов, ты не сможешь забирать работу домой. У меня, к примеру, были именно такие опасения, а я на своей работе работала по 12 часов, еще и преподавала английский, то есть для меня это вообще был шок. Но и опыт, конечно же, для меня был настолько важен, что я готова была работать бесплатно, лишь бы только его как-то получить. И когда уже выйду из декрета, чтобы я смогла выбирать компании, которые меня примут, кстати, в Польше, это неофициальные какие-то данные, даже можно подать на работодателя в суд. К примеру, девушке 30 лет или больше 30, она приходит искать работу, и иногда могут даже спросить, у вас есть дети? И вот тогда можно подавать в суд, потому что это такая дискриминация. Но многие работодатели опасаются того, что девушка получит безлимитный контракт, вот, и потом быстренько забеременеет, и он останется без работника с дополнительными затратами. Это очень проблематично. Мало того, на время декрета ему надо будет кого-то найти, его работник позже вернется из декрета, и он обязан будет обеспечить ей рабочее место, то есть платить сразу двум работникам, или, ну, всегда это какие-то заморочки, и вот как понять, когда то самое время иметь ребенка, создавать семью, вообще получается какой-то такой парадокс. Поэтому, казалось бы, логический вывод, сначала ищем стабильную работу, только потом создаем семью и все остальное. Но в это время общество способно настолько сильно давить на женщину, что можно просто впасть в какую-то депрессию, почувствовать себя неполноценной, и еще бог знает что. Я в свои 24 это ощутила, и мне даже страшно подумать, что было бы, если бы у меня была хорошая, стабильная социальная позиция, но при этом не было бы семьи. Что касается меня лично, в этом сложно признаваться, если честно, но говоря так уже совсем откровенно, я в свои 24 не очень была готова, 25, не очень была готова к появлению ребенка, но есть такие люди, которые никогда не будут готовы к тому, чтобы принять какие-то жизненные решения. Это касается не только детей, я говорю сейчас конкретно о себе, потому что даже когда мы покупали дом, для меня это был такой стресс, что я рыдала целую неделю. То же самое было с первой беременностью, со второй уже было лучше, потому что я знала, что меня ждет. И второй момент это неуверенность в себе, потому что мне всегда кажется, что я не справлюсь, что я недостаточно хороша. Об этом поговорим в другом видео, потому что это комплексы, которые у нас появляются еще в детском возрасте, и иногда в этом, ну не то, что вы виноваты родители, просто они от нас слишком много ожидают, и когда ты хочешь как-то угодить им, и когда родители вот прям слишком сильно расстраиваются, что ты не самый лучший в классе, что ты не выиграл на Олимпиаде, у тебя задается впечатление такого жизненного хорошиста, скажем так. Но об этом в другой раз давайте. Если вам будет интересно, то напишите, пожалуйста, в комментариях внизу. Нанесла пудру, это у меня тоже туфейст частично, обожаю, очень классно, я не знаю, почему я взяла мак, но просто достала много всего, а вот сижу, пользуюсь. Теперь постараюсь быстро оформить брови. Вообще, когда я наношу макияж, я не люблю торопиться. Даже когда я работала, и мне надо было быть в офисе в 8 часов утра, я вставала в 6, чтобы спокойно собраться, накраситься, и у меня всегда на эти дела был целый час. Так что я не люблю торопиться именно в этом случае. Я лучше буду меньше спать, но для меня это релакс, я люблю. И вообще в моем случае слишком легкий макияж не очень-то хорошо и смотрится, если честно. Ну, то есть вот прям два средства лучше уже тогда вообще не краситься. А все потому, что я блондинка, и, соответственно, у меня светлые брови, глаза, ресницы, волосы. И если на лице появляется что-то более контрастное и яркое, поэтому я никогда не буду наращивать ресницы, потому что все равно мне придется что-то еще докрашивать. Иначе видишь только это яркое пятно, а все остальное кажется еще более блеклым. Так что, девчонки, если вы светлая девушка и думаете, наращу-ка я себе ресницы, или сделаю татуаж бровей, и тогда мне вообще не нужен будет макияж. Это неправда. Возвращаясь к нашей теме разговора, могу сказать, что я по себе вообще никак не ощущала, что я приближаюсь к какому-либо рубежу. Но так уж сложилось, что я веду свой канал, и мне было где-то 28, наверное, мне начали писать, Оль, тебе это уже не положено, ты уже не можешь себе позволять что-то там надевать, что-то говорить, потому что тебе уже столько лет, ты мама двух детей, 30 лет или там 29-35 с перспективы всей жизни, это так мало. Я не знаю, девчонки, у меня как бы двое детей и муж, тоже вот так сложилась жизнь, и сейчас вот сидеть и рассуждать там по поводу какой-то прессии со стороны общества и медий, это немного некорректно, наверное, даже с моей стороны. но просто я хочу сказать, что не стесняйтесь говорить о том, что у вас другой план на жизнь. невозможно, вы вообще не планируете семью и детей. Кстати, в своем видео о материнстве я не имела в виду, что вот всем надо срочно идти рожать там, несмотря на то, что ваше внутреннее состояние говорит вам о чем-то другом, вы психологически к этому не готовы. Нет, я больше хотела призывать вас к тому, чтобы ценить то, что вам дает судьба, и ценить здоровье, потому что иногда мы получаем что-то вот просто так легко и заморачиваемся какими-то, не знаю, несерьезными темами, постоянно жалуемся на что-то. И я по себе замечаю, что я тоже такая. Мало того, вот мы сейчас переехали в дом, да? Все как бы классно, радости полные штаны, но для меня также огромным стрессом стало то, что мы переехали за город. И так получилось, так сложилось, я сегодня, наверное, не накрашусь, что мы остались с одной машиной, и когда ты живешь за городом, и детей надо возить в детский сад, то это как бы тоже такая встряска, ты не можешь просто сесть куда-то поехать и рассчитывать на то, что муж поедет и заберет детей, даже на автобусе, туда ехать полтора часа. Так что можно как бы стрессовать по поводу каждой жизненной ситуации. Но я все больше и больше убеждаюсь в том, что надо не стесняться говорить то, что вы думаете, и не позволять обществу что-то навязывать. У меня, к примеру, свекровь долго вообще не могла как бы смириться с тем, что я занимаюсь чем-то, а не детьми. И это тоже был повод для вечных каких-то... Ну не то чтобы скандалов, но это скорее был такой разговор на повышенных тонах, просто для человека, который посвятил всю свою жизнь детям. Сейчас у них уже есть свои семьи. Она не могла понять меня как маму, почему я отвела в детский сад детей в возрасте двух лет. Опять-таки это чье-то мнение. И я приняла для себя такое решение, децидье, да, приняла такую децидье, хотела сказать, это решение по-польски. И точно так же было с операцией Захара. Все поляки просто крутили у виска пальцем, когда я говорила, что мы едем в Украину делать операцию ребенку. А потом, когда мы вернулись и все рассказывали, все просто в шоке от того, что медицина в других странах, там в России, в Украине, я уверена, что есть такие же доктора от Бога. И тут речь даже не шла о деньгах. И, девчонки, сейчас накрашу реснички, потому что если я начну красить ресницы и снова с вами разговаривать, то видео будет длиться два часа. Я была в Кико, обещала показывать вам подарки. Они мне присылали свою осеннюю коллекцию. Мне тогда очень понравилась вот эта тушь. Сейчас вот пошла в галерею Краковская. У нас есть магазин, у них столько классных бюджетных средств. И там очень классные скидки. Я купила эту тушь за 20 с чем-то злотых. И одна из вас в видео написала, что вот этот биби-крем классный. Здесь тоже SPF 30. Так что я тоже купила. Я пользуюсь вашими рекомендациями. И для дальнейших видео у меня тоже есть материал. Девчонки, крашу реснички. И сейчас к вам вернусь. Что касается красоты, нашей боязни постареть сразу же после 30 лет, я сначала расскажу о себе, а потом поговорим, откуда это все берется. И обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне кажется, что многие вообще даже не осознают, откуда берется вся эта шумиха после 25 лет. Так вот, я по себе не замечала никаких возрастных изменений. Но так как я снимаю видео, я вижу какие-то тенденции, что происходит с моим лицом, как я выглядела раньше, что сейчас я наблюдаю в зеркале. И так как я вращаюсь в этой индустрии красоты, все-таки постоянно давят, что после 25 лет обратный отсчет пошел. И все, кожа начинает стареть. Не знаю, почему-то девочки, девушки с таким страхом ждут первых морщин. Я очень много смотрю на себя со стороны, наблюдаю за другими блогерами, прислушиваюсь к тому, что они делают у косметологов. И это неплохо, потому что каждый вправе выбирать. И потом, вот знаете, иногда неудачное освещение, иногда я что-то там наделываю с настройками камеры. И мне кажется, все, в один момент просто мое лицо покрылось какими-то морщинами, иногда это неудачное тональное средство, обезвоживание, еще усталость. И был такой момент, когда мне хотелось исправить губы, нос, убрать впадины под глазами, убрать морщины на лбу. Потом мне показалось, что у меня носогубки. Потом еще второй подбородок. В общем, я так села и подумала, что меня как бы перестает устраивать вообще моя внешность. То есть не так, чтобы я там вообще, знаете, просыпалась с такой мыслью, что вообще как жить дальше. Ну и как бы что тут лукавить, если медицина не стоит на месте и есть возможность, почему бы этим всем не воспользоваться. И, конечно же, мне хотелось бы выглядеть в кадре еще лучше и в реальной жизни. Но в основном это касалось какой-то картинки, которую я получала после записи видео. Потом я решила вернуться на несколько лет обратно и посмотреть, как же я выглядела, к примеру, в 25-26 лет. И какой-то разницы я не обнаружила. Вот прям кардинальной. Поэтому это все медиа, это все индустрия красоты, это все какие-то эталоны красоты. Нам все это навязывают, что все должны быть худыми, иметь пухлые губы, идеальные овалы лица. Посмотрим, что я скажу, когда у меня появятся первые морщинки, какие-то, вы знаете, конкретные. Возможно, я изменю свое мнение, но я к тому, что 30 лет, девчонки, это, не знаю, такой же возраст, как 25. Возможно, я более зрелая, возможно, я более сильная, возможно, я более опытная. Но по внешности я не могу сказать, что я прям очень старая по сравнению с 25 годами. Поэтому не стоит, не знаю, как-то прям сильно паниковать. Я знаю, что есть девчонки, которые, знаете, начинают колоть ботокс в 20 с чем-то лет, там, чтобы в 30 не постареть. Мне кажется, это рановато. Хотя все зависит от состояния кожи. Просто я все веду к тому, что если бы я не занималась тем, чем занимаюсь, я бы вообще не обратила внимания на то, что мне исполняется в 30 лет. Ну, 30-то в 30. Хорошо, я прекрасно себя ощущаю ощущаю в этом возрасте. И вообще, когда мне было 20, вот сейчас с перспективой времени, я была настолько глупой. Я не знаю, совсем забыла вам сказать, что я решила не открывать новую тушь, потому что у меня сейчас в использовании это от Maybelline, это Lash Sensational. Наверняка у многих из вас она есть. А на нижние реснички я нанесу этот топпер от Yves Saint Laurent. Я слышала, что у Essence иногда что-то такое появляется в продаже. Это такая прозрачная тушь, с множеством очень красивых мелких блесточек. И они только на свету или при искусственном освещении очень красиво отражаются. И я не знаю, почему, даже в повседневной жизни наношу ее на нижние реснички в холодное время года, как будто они, знаете, в таком ине, очень прикольно. И для этого макияжа, который многим из вас понравился в Instagram, я использовала именно этот топпер. Это тоже такая игрушка. И последний момент, это нанесение помады. Я очень проголодалась, пока я снимала видео, поэтому иду пообедаю, а потом уже оденусь, накрашу губы и покажу вам конечный результат. Потому что мы потом с мужем едем к деткам и идем на какое-то представление. Так что вот прям в реальном времени с вами собираюсь. Я решила надеть такой повседневный обычный свитер с более яркой и нарядной юбкой зеленой. Сейчас нанесу праймер для помады, потому что она настолько капризная, что без него это вообще будет катастрофа. С ним хоть как-то. У меня это мак. Отличная вещь. Если хотите, я могу снять отдельное видео о том, какие средства стоит купить мак непрофессионалу. И теперь матовая помада. Не подведи меня. Я очень люблю, когда вот такой оттенок помады вообще яркий сочетается с каким-то элементом гардероба, с каким-то аксессуаром. Нет, я бы, конечно, не надела красную помаду с красным костюмом, но когда это туфли, к примеру, и помада, или что-то на сумочке и помада, это очень интересно и стильно смотрится. И сегодня это у меня гель-лак. Когда они уже закончат? И помада. Все. Не дышим. Вот такой зимний макияж у меня сегодня получился. Вся я в таких сдержанных, умеренно ярких образах, которые смотрятся очень женственно, элегантно и подойдут вообще на любой случай. Что касается моего дня рождения, который сегодня, потому что видео, скорее всего, выйдет именно 26 января, я не подвожу никакие итоги, потому что с 30-летием для меня жизнь не делится на до и после. я советую вам тоже не загонять себя в какие-либо рамки возрастные, социальные и так далее и жить по своим принципам. А не для кого-то, не ради кого-то, а если у вас есть свой собственный план на жизнь, осуществляйте его маленькими или большими шагами. У каждого получается по-разному. С днем рождения меня. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Пока-пока. Так, про объем я забыла. Ну ладно. Такое только со мной случается. Намазаться чем-то и потом забыть. Субтитры сделал DimaTorzok